Уважаемый господин председатель, дамы и господа, приветствую всех участников конференции. Под руководством президента России Владимира Путина Россия активно участвует в мерах, которые принимает международное сообщество для противостояния глобальным изменениям климата, чтобы обеспечить благополучие будущих поколений. Нам удалось сократить выбросы парниковых газов более чем в два раза от уровня 90-го года. К 2060-му планируем выйти на углеродную нейтральность, упор делаем на повышение энергетической эффективности, на развитие электротранспорта, внедрение современных решений в сельское и лесное хозяйство. В России уже 85% энергобаланса приходится на чистую низкоэмиссионную генерацию, но это в первую очередь газовая атомная энергетика из возобновляемых источников. Наращиваем собственные технологии и производственные мощности для декарбонизации отраслей. Используем, конечно, и природные возможности. У нас расположена пятая часть глобальных лесных ресурсов. Объем поглощений превышает 1 миллиард тонн эквивалента углекислого газа в год. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна выступает за объединение усилий в борьбе с изменениями климата. Здесь я бы выделил четыре приоритета. Прежде всего, это согласование новой коллективной цели в области климатического финансирования в интересах развивающихся государств. Надо сделать их поддержку реальной и отвечающей условиям, в которых они находятся. Причем средства должны направляться и на декарбонизацию отраслей с высоким показателем выбросов. Далее важно, чтобы переход к низкоэмиссионной энергетике шел без ущерба для развития стран с низким уровнем доходов. Нельзя использовать проблему глобального потепления как предлог для дискриминации, недобросовестной конкуренции и введения искусственных ограничений. Также необходимо внедрять практические механизмы реализации международных договоренностей. Необходимо создание единой системы оценки качества климатических проектов. Ну и, конечно, нужно наладить кооперацию научных сообществ. Национальные исследования способны пополнить и уточнить данные об изменениях климата в мировом масштабе для принятия эффективных решений по декарбонизации и адаптации. Уважаемые коллеги, Россия остается приверженной целям низкоуглеродного развития. Мы совершенствуем наше законодательство, оказываем добровольное содействие уязвимым странам на климатическом направлении и готовы продолжить такую работу в тесном диалоге со всеми заинтересованными государствами.